Всем привет! Вы на канале Турецкие Байки. Я продолжаю серию знакомства по интернету. И сейчас отдельная маленькая серия про отдельную категорию турецких мужчин. Именно из-за этой дурной, скажем сразу, категории мужчин, очень много женщин, которых в сети потом же зовут обиженками. Да, у них есть право обижаться, потому что постоянно они натыкаются на эту категорию почему-то мужчин. Но есть такая проблема. Чтобы найти нормального турка, серьезного, который хочет жениться и так далее, готового обеспечить вас, нужно разгрести в первую очередь вот таких вот мужчин. Давайте мы их назовем игроки в любовь по интернету. С ними ни при каких условиях не стоит связываться. Если вы у своего любимого, пока еще вы общаетесь на стадии интернет-знакомства, увидели тревожные значки из тех, которые я назову, задумайтесь, пожалуйста. Не только думайте эмоциями. И, возможно, вы не потратите много времени вашего драгоценного, а, возможно, вы продолжите дальше поиск и найдете того самого вашего единственного. Так вот, игроки в любовь по интернету. Как их распознать и какое у них поведение? Игроки в любовь по интернету. Их всегда было 99,999%. Они не только среди турок, они среди многих-многих иностранцев. Они исключительно существуют в интернете и больше никуда не выходят. По многим-многим причинам. Когда настает момент встречи вживую, такое чудо находит тысячи причин, тысячи отговорок, делает вас виновным и никогда не появится вживую. Даже если вы очень такая бойкая женщина, сами приехали, познакомились, ничего, скорее всего, с этого не получится. Итак, кто они, собственно, такие? Это обычно в Турции мелкие работники, во-первых, которые сидят в офисе, которым нечем заняться. Они целый день или в магазине сидят, ждут покупателей. Там очень много таких магазинов, которые торгуют крупным, например, мебелью, чем-то. И целый день, собственно, человек ничем не занят. Он может себе сидеть в телефоне и развлекаться. Или второй вариант. Достаточно обеспеченные турки. Они также имеют свой бизнес, например, большой, сидят целый день на работе и скучно бедным, скучно. Нужно же поразвлекаться по интернету. Турчанки не особо развлекаются по интернету. В основном развлекаются молодые так. А если мужику за 30, за 40, то здесь уже большинство турчанок-то замужем или очень осторожные. И они ищут именно наших. Они прямо так открыто заявляют все. Оправдывают это все тем, что наши меньше меркантильные, больше склонны к эмоциям, к любви. Ищут любви, ищут женского счастья. И еще они очень любят говорить, что в России мужчины холодные, не дают женщинам любовь. Так вот, они ищут именно из нашей сестры, так сказать, жертв своих. Если это не офисный планктон, так скажем, если это небольшой начальник скучающий, то, скорее всего, это уже женатый мужик, у которого есть жена, дети, иногда даже внуки. И у него проблемы, скажем так, с потенцией. Очень часто бывает мужчина, которому нужен допинг какой-то, адреналинчика ему. Он где-то там пофлиртовал по интернету, там любовь, там это. Он смотрит на наших женщин красивых. А поверьте мне, в интернете очень многие женщины не знают себе цену нашей. Очень красивые, замечательные, стройные, в 40-50 лет выглядящие на 10-15 лет младше. Женщины ухоженные, красивые. И тут он такой вот пузатенький, небритый, он в себя ее влюбил, обещал ей золотые горы, и вот она на него смотрит влюбленными глазами. А у него это адреналин, у меня же там дома жена, а тут у меня красавица есть. Он может вами даже хвастаться где-то, но реальной встречи все равно не произойдет. Не будет он рисковать своим браком и прочим. Он вас помурыжит, помурыжит, это может длиться даже иногда годами, но все равно с вами не встретится. Так что это вот еще один вариант, какой может быть. И он после общения с вами с удовольствием залазит на свою собственную жену и продолжает отношения семейные. Иногда даже вот такая вот левая переписка в интернете бывает как бы инструментом для него сохранения семьи. У него где-то вы отдушина, но ради этой отдушины он никогда не расстоянется с реальной жизнью. Еще кто играет в любовь по интернету, но никогда не вылазит из онлайна в реал, это закомплексованные личности, ему надо просто самоутвердиться. Здесь таких полно, когда уже 40 лет он живет с родителями, у него нет ни собственной квартиры, ни машины, ничего, работает на другом производстве, на дядечку. И жены нету, потому что там, ну, матери здесь турецкие тоже разные попадаются. Не удалось или развелось, или еще что-нибудь. И они так самоутверждаются. Да, они там рассказывают о себе все, поверьте, что он разводит, например, что у него дети, там это, где он живет, тот, что, опять же, обещает золотые горы, как вы переедете, будете жить отдельно, но он никогда этого не сделает, потому что, ну, он понимает, что у него просто не хватит сил на это все. Но самооценку поднять нужно. Но эти вот конкретные товарищи, которые самоутверждаются в интернете, они скачут от одной к другой. Они даже иногда могут рассказывать, что у него было несколько перед вами, не сложилось там причины. Блин, ну причины они всегда одни и те же рассказывают. Ну, правда, вот сколько слушаю историй, блин, уже сотнями проходит. Что говорят? Что женщина была меркантильная. Дальше, что она не хотела там что-то по религии менять. Хотя, если нормальный человек и любит женщину, он не будет ее заставлять в религии. Ни в одной религии нету, что заставь другого. Не уважала традиции, что любит, не уважала старших, бла-бла-бла. То есть, все в том же духе. И это вот я основных таких товарищей назвала. А еще могут быть причины до бесконечности, какие вы только не придумываете. У каждого такого игрока в любовь по интернету свои собственные причины, которые он себе вбил в голову и вот играется, сам себя оправдывает, что он такой хороший, замечательный. Он не понимает, что он у женщины отнимает время. Она в активном поиске, она ищет партнера, она хочет, например, именно в Турцию переехать, она ищет любовь в Турции. Он занимает время, которое она может потратить и найти нормального человека себе. Почему это все-таки ошибка продолжать с таким человеком, с игроком по интернету отношения? Он никогда с вами не встретится. Вы можете годами заниматься этим, и в конечном итоге вы обидитесь, перейдете в ту самую категорию обиженок по интернету, которые говорить будут, что все турки одинаковые, что все они лгуны. Да, именно эта категория турок, они лгуны. Они врут нещадно, они вам наобещают все, что угодно, и никогда это не выполнят. И часто очень, к моему большому сожалению, именно по этой категории мужчин судят всю нацию. Грустно, но правда. И они, как собака на сене, они к себе притягивают, потом исчезают. Вот, кстати, именно эта категория очень любит исчезать, потом появляться со словами любви, потом еще что-нибудь. У них всегда какие-то причины есть. Причины до бесконечности, знаете? Причины, почему мы не можем встретиться. Нормальные взрослые люди хотели встретиться, так, открывают календарь, так, 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 вот у меня здесь отпуск, мне нужно для отпуска столько-то денег. Так, я столько зарабатываю, мне не хватает, дай-ка я займу у друзей, может быть, кредит где-то возьму маленький, заем-микрозаем, там-там-там рассчитал, надо вот здесь-здесь подэкономить. Все, мы с тобой встречаемся. Взрослые люди обычно так делают. Как делают игроки по интернету? Ох, я так мечтаю о тебе встретиться. Я проплакал все свои глаза в подушку, как я молюсь Богу. Иншалам, мы встретимся с тобой, дай Бог. Вот у меня сейчас не получается, у меня такие проблемы, и дальше у меня будут проблемы, но я очень мечтаю. Ты, главное, люби меня. Вам кажется, что да, он вот любит большая бесконечная любовь, что вы уже встретили, вот он, вот он вроде как человек ваш тот самый. Он влюбить вас может запросто. Как они делают, чтобы влюблялись? Понимаете, мы всегда хотим то, что мы видим. Вот мы, если видим каждый день что-то, особенно если мы настроены на поиск, мы в конечном итоге влюбляемся. Вот по такому же сценарию когда-то Наташа Ростова влюбилась в Андрея Балконского. Он ей был нафиг не нужен, он вообще с другого менталитета, и все-все-все. Это не то, что ей было нужно. Но она его увидела, она была открыта к любви, и вот она втюрилась по самой не хочу. И так же наши женщины втюриваются по самой не хочу. Они открыты к любви, они готовы это принять. Даже если у мужика недостатки какие-то, я не говорю о внешних. Там где-то он какой-то вот обидчивый и все проще. Они понимают, что нет идеальных мужиков, и вот влюбляются. Но проблема в том-то, что никогда не выйдет он из интернета. Он будет также картинкой вот этого полуидеальной. И так, теперь я по пунктикам вам перечислю черты таких вот товарищей, которые игроки в любовь по интернету. Я их повыписывала. Первое. Влюбчивость. Вот сразу что-то он начинает такую какую-то дикую волну гнать, что люблю, не могу. Прямо большая любовь. Сильно большая из ниоткуда. Естественно, женщина не сразу верит, но, знаете, приятно. Ты вроде такая вот в активном поиске, а тут кто-то бесконечно тебя любит, где-то в другом уголке света, шлет тебе оттуда приветы, сердечки и прочее. Это так приятно, правда. И вот это вот подкупает, подкупает. Вот что он прям люблю, не могу. Проверить, конечно же, это невозможно. Никак. Может, правду говорит, может, нет. Вторая особенность таких мужчин. Обидчивость все-таки превышающая лимиты. Турецкие мужики, они все обидчивы. Вот правда, прям принцессы капризные, прям сильно обидчивые. Но нормальный мужик пообижается-пообижается, а потом, знаете, вот как на картинке. Я тебя люблю, но я с тобой не разговариваю, я на тебя обиделся, но под дождем я тебя зонтик буду держать, потому что я тебя ценю. Эти, я сказала бы, не ценят. Они исчезают, ни слова, ни духу, от нескольких дней до нескольких недель. И потом появляются, как ни в чем не бывало. Турецкому мужику все-таки важно, если вы, прям его избранница, где вы и что вы. Может, вы там с другим мужиком по интернету флиртуете. А тут он обижается, исчезает, играет в молчанку, наказывает своим молчанием какая-нибудь там еще фигня. Ну, в общем, для себя решите, где эта граница обидчивости. Вы поймите, если вы только сейчас по интернету он так обижается, а если вы действительно, вот, например, вышли бы замуж за такого, что бы так дальше продолжалось, что ли, на любое его это буду обижаться. Нормальные взрослые люди садятся и разговаривают с друг другом. Они обижаются и не играют в молчанку. И не оскорбляют, кстати, ни при каких условиях. Еще одна привычка таких мужиков выяснять отношения как баба. Вот правда. Я женщина, я люблю быть капризной принцессой, но их просто никак, прямо, никак не переплюнуть, как сказать. Они любят выяснять отношения на любое, но вот конкретные обиды. Особенно любят отношения выяснять на вопрос, когда мы встретимся. Они начинают гнать волну, что ты меня не любишь, ты мне не веришь, я столько тебе времени, сердце свое отдал, там, это, ну, кроме сердца и времени в интернете, обычно они ничего особо не отдают. На что еще давят? Могут познакомиться со своей семьей, там, о себе рассказать. Знаете, они настоящие-то мужики, они не те с камерой, которые хотят денег от вас или что-то. Вы им просто нужны, как отдушина, и да, они вас реально там могут с родными, знакомыми познакомить, там, чтобы вот он такой, со всеми вас перезнакомил, а если вы особенно языка не знаете, вы не знаете, в каком статусе он вас познакомил, поэтому с этим аккуратнее. Он может вас познакомить, как очередная знакомая с Россией, которых у них там, ну, это я про себя говорю, и Россия всегда, с любого места. И вот они начинают на неудобные вопросы скандалить. Выяснение отношений по переписке, знаете, это вот выглядит, как замена реальных отношений. Когда вы в реале спорите с человеком, ну, вы там поскандалили и легли спать вместе. А здесь вот вы по переписке можете долго по скайпу выяснять, как настоящая ссора там, причем на пустом месте. Очень часто бывает переливание из пустого в порожнее с развитием, раздуванием вот этого вот огня, обиды, ни о чем, а потом также, когда ему надоест это все, со сходом на нет. Как будто ничего и не было. Что я еще нашла, вот у нескольких женщин, которые мне писали, очень любят вот такие вот люди, игроки по интернету, доказывать, какие они прям настоящие. Они любят какие-то скрины делать, кто что сказал, потом вот это вот попересылать. Вот ты мне сказала, тогда-то это и скрин прилагать. Причем бывает это 3-2 недели назад. Вы понимаете, человек с вами общается и делает с вас скрины, как доказательство. Нафиг он такой сдался? Он прям прокурор, что ли? Что каждое ваше слово будет использовано против вас. То есть очень аккуратно, дорогие мои, общайтесь с людьми, которые вам начинают предъявлять что-то в скринах или от других людей, вот кстати говоря. Если человек предъявляет скрины то, что сказала другого человека, не факт, что ваш разговор тоже скринится и уходит куда-то еще. Очень аккуратно с этими людьми. Следующая черта характера, которая интересная и вы можете заметить у таких людей. Обещание всего и сразу. Когда ему нужно что-то от вас добиться, согласие, не знаю, чего-нибудь еще, обещается все и сразу. Любые золотые горы, там новый компьютер, колечко, отдых в Стамбуле на Багамах или еще где-то. Вот все-все-все. Обещают жениться. Кстати, вот такие вот игроки по интернету, они очень часто, очень быстро обещают жениться и начинают называть женой там это. Даже если вы не соглашаетесь, они скорее всего забывают об этом и начинают это все заново. Зачем они это все обещают? Ну как? Привязывать. Потому что женщины, они и в Африке женщины, что турчанки, что наши. Там где-то человек понравился, он ей там что-то написал, просто смайлик поставил, она уже построила в своей голове, как они поженились, и у них трое детей. А если он конкретно обещает тебе, у тебя будет от меня там столько-то детей, мы будем жить с тобой безбедно, и все далее. Ну конечно же, мы уже все, уже старость всю свою продумали, и все. Турция однозначно едем. Поэтому слишком много обещаний, это тоже. Если вот человек что-то начинает продумывать, как мы будем жить, там начинает задумываться о проблемах, о прочем, это еще более-менее так. Игроки в любовь по интернету, они никогда этим не интересуются. Они обещают все, что угодно. Дальше, какое есть характерная черта. Они очень эмоционально всегда все воспринимают, все, что есть в интернете. Они же в реальную жизнь никогда не выйдут. Поэтому вся ваша жизнь в интернете будет для них, ну как сказать, реальной жизнью. Они очень досконально сканируют ваш аккаунт, кто что вам поставил, лайки, какие у вас там друзья. Заметила, у игроков по интернету они любят запасных игроков. Какая фишка есть? Добавился в друзья к одной женщине, надо полайкать и добавиться в друзья ко всем ее друзьям женского пола. Ну не принято это в Турции, ну поймите вы наконец. Как сказать, вот я сколько замужем, ко мне никто из друзей моих турчанок не пытался ко мне добавиться или бойфрендов турчанок по принципу друг моих друзей мой друг. Нету такого. Это арыб, это стыдно к женщине стучаться так просто, если ты ее в жизни не знаешь. Это чисто с целью познакомиться. А больше того, переписываться с кем-то, если ты уже с одной переписываешься, это стыд здесь. Так что будьте внимательны, не должен он со всеми запасными игроками переписываться. А потом, если с одной не срослось, перебегать к другой. Это ненормально, правда. И они иногда бывают претензии, начинают предъявлять к тому, к статусу вашему в фейсбуке, чтобы их там поставить в замужество. Но они больше как из интернета никуда не выйдут. Они могут даже поставить, что вы помолвлены в фейсбуке. Скорее всего, он это дело проворачивал много-много раз. И, например, даже его аккаунт будет реальный, то все знакомые давно привыкли, что он где-то ставит, он помолвлен, удаляет, ставит. Они на картам пишут Харли Олсен, пусть будет благим. То есть, тоже не факт. И требуют удалить те или иные фотки тех или иных друзей. Я бы посоветовала, пока вы лично не увиделись, не давать никаких паролей от своего аккаунта, не удалять никаких друзей, если вы не хотите. И, что еще, никаких фото не удалять и смотреть внимательно общих друзей. Если он начинает добавляться ко всем подряд вашим подругам, это не есть нормально. Даже если у кого-то друзья скрыты, вы переходите на его страницу, например, в фейсбуке, и общие друзья обычно видны. Так что можно это все дело засечь. И последняя, наверное, такая прямо сильно характерная черта, это ну вот вы там какие-то претензии предъявляете, там скажете, а что это у тебя там в друзьях моя подруга, откуда она взялась, раньше у тебя не было, почему вы в друзьях. и начинаются и начинаются какие-то дикие объяснения притянутые за уши, с объяснением как ты не можешь мне верить, мы же уже почти женаты, там все прочее. Давид прямо прессует на то, что если нет доверия у тебя ко мне, то у меня к тебе не может быть. Да ладно. Вы ж только в интернете познакомились, вы вживую не виделись. Так что вот это вот все может быть, любые сомнения в интернете возможны. Если ему не нужны вот эти сомнения, то пусть встретится и развеет все сомнения. Пусть удалит левых баб своих с аккаунта, особенно видно, что это из наших. Если он с вами общается, то зачем ему какие-то левые бабы? Друзьями не могут быть. Это Турция. Здесь все-таки считают, что не бывает дружбы между мужчиной и женщиной, в основном так считают. Все-таки это вот так вот. Бывают родственные отношения, то есть где-то вы Йенге, где-то вы Абла, где-то вы но не друзья. И при этом друг моего друга это мой друг не прокатывает. Не надо этим заниматься. Вот, наверное, я и немножко объяснила, откуда берутся обиды у женщин, которые ищут турок в интернете. Откуда вот это вот все берется, откуда ноги растут. Если вы случайно в своем эксбраннике заметили такие черты, проверяйте по тысячу раз. Правда. Есть, конечно. Я не спорю, что есть такие же вот турки, которые потом и женятся, но меньше. Я редко слышу, что вот мой муж такой же был, а потом он на мне женился. Не так все бывает обычно. Бывает, что встретились, резко-резко, я имею в виду встретились сначала по интернету, потом резко-резко соинициировал встречу сам турок, собрал документы, женился и все перевез, и все, это моя девушка. Вот так обычно бывает. А вот это вот бесконечное по интернету не, ну, реже так бывает, не бывает так. Правда. Так что, аккуратно, мои дорогие, с такими игроками по интернету. Всем добра, желаю, любви, счастья, чтобы все нашли свои вторые половинки обязательно. Если вам понравилось видео, поставьте лайк дружески. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик для уведомлений на новые видео. А на этом пока все. Пока-пока.